Книга пророка Даниила. Глава первая. Глава первая. Глава первая. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. И начальник Евнухов сказал Даниилу. Глава первая. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник Евнухов приставил к Даниилу, Анания, Месаилу и Азарии. Глава первая. И испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней, лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем всем отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал, разумеете, всякие видения и сны. По окончанию тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов приставил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайновидцах и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира. Даниил, глава вторая. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайновидцев и гадателей, и щародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь, сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски, царь, вовеки живи. Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям, слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дамы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. Они вторично отвечали и сказали, да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение. Отвечал царь и сказал, верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объясняете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайновеца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Расверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анане, Месаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. «Славлю и величаю тебя, Божий отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо это ты открыл нам дело царя». После всего Даниил вошел к Ориоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ориох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел из значения его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Новоходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его? Да коли камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро и золото, сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, взялся великую горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем перед царем изношение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты эта золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одних тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, Да великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точные столкования его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонное курение. И сказал царь Даниилу, истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонскую, и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Даниил, глава 3. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Диири в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, которого возник Навуходоносор. Тогда глашатый громко воскликнул, «Обливляется вам, народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот сейчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы племена и языки и поклонились истукану золотому, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору, царь, вовеки живи. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели цитры, цевницы, гусли и симфонии, всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. «А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Седрах, Месах, Авдинага. Эти мужи не повинуются по велению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привезти Седрах, Месах и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, «Суму словно ли вы, Седрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, «Падите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленной огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Отвечался Седрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которого мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняйтесь». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Месаха и Авдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одежде своих и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайна, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Месаха и Авдинага. А сии три мужа Седрах, Месаха и Авдинага упали в раскаленную огнем печь связанная и ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. И став Азария молился, открыв уста свои среди огня, возгласил. Благословен Ты, Господи Божий, Отцов наше, хвальное и прославленное имя Твое вовеки, ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истины, и пути Твои правы, и все суды Твои истины. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас и на святой град Отцов наших, Иерусалим, потому что поистине и по суду навел Ты все это на нас за грехи наши. Ибо согрешили мы и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили. Заповеди Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо нам было. И все, что Ты навел на нас, и все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду. И предал нас в руки врагов, беззаконных, ненавистнейших отступников, и царю неправосудному и злейшему на всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших, мы сделали стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя. Но не предавай нас навсегда ради имени Твоего, и не разрушай завета Твоего. Не отними от нас милости Твоей ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего и Израиля, святого Твоего, которых Ты говорил, что умножишь семя их, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Мы умолены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши. И нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты, как при всесожжении овнов и тельцов, и как при тысячах тучных агнцев, тогда будет жертва наша перед Тобой и ныне благоугодную Тебе, ибо нет стыда уповающим на Тебя. И ныне мы следуем за Тобой всем сердцем и боимся Тебя, и ищем лица Твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему и по множеству милости Твоей. И избави нас с силой еще детства их, и дай славу имени Твоему, Господи, и да постыдятся все делающие рабам Твоим злом, и да постыдятся со всем могуществом, и сила их да сокрушится, и да познаешь, что Ты, Господь, Бог, один и славен во всей вселенной. А между тем слуги царя, вершие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолою, пакли и хворостом. И поднимался пламен над печью на сорок девять локтей, и вырывался и сожигал тех из халдеев, которых достигал около печи. Но ангел Господень сошел в печь вместе с Азарией и бывшими с ним, и выбросил пламени огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный воздух, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их. Тогда сии трое, как бы одними устами воспели в печи, и благословили, и прославили Бога. Благословен ты, Господи Божий, Отцов наших, и хвальный и преславный вовеки, и благословен ты, видящий бездны, восседающий на херувимах, и прихвальный и превозносимый вовеки, благословен ты на престоле славы Царства Твоего, и прихвальный и превозносимый вовеки, благословен ты на тверде небесной, и прихвальный и превозносимый вовеки, благословите все дела Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки, благословите ангелы Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки, благословите небеса Господа, пойте и превозносите Его вовеки, Благословите Господа все воды, которые превыше небес. Пойте и превозносите его вовеки. Благословите все силы Господни Господа. Пойте и превозносите его вовеки. Благословите солнце и луна Господа. Пойте и превозносите его вовеки. Благословите звезды небесные Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите всякий дождь и роса Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите все ветры Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите огонь и жар Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите лед и мороз Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите иней и снег Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите молнии и облака Господа, пойте и превозносите его вовеки. Да благословит земля Господа, да поет и превозносит его вовеки. Благословите горы и холмы Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите Господа все произрастания на земле, пойте и превозносите его вовеки. Благословите источники Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите моря и реки Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите Господа киты и все движущиеся в водах, пойте и превозносите его вовеки. Благословите все птицы небесные Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите Господа звери и весь скот, пойте и превозносите его вовеки. Благословите сыны человеческие Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благослови Господа. Благослови Господа. Новоходоносор, царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю истинно. Так, царь? На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божию. Тогда подошел Новоходоносор к кусте пищи, раскаленной огнем, и сказал, Седрах Месаха Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Седрах Месаха Авдинага вышли из среды огня. И собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было от них. Тогда Новоходоносор сказал, Благословен Бог Седрах Месаха Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушали царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы всякого народа племени языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха Месаха Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Тогда царь возвысил Седраха Месаха Авдинага в стране Вавилонской и возвеличил их, и удостоил их начальства над прочими иудеями в его царстве. Новоходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения его, и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное, и владычество его в род и роды. Даниил, 4 глава. Я, Новоходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором дух святого Бога ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе дух святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краю всей земли. Листья его прекрасны, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнул громко он сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него и даст ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. По велениям бодрствующих это определенно, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний Владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним унищеженного между людьми. «Такой сон видел я царь Набуходоносор. А ты, Валтасарь, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что дух святого Бога в тебе». Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал, «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар отвечал и сказал, «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою свое достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов и пропитания для всех, под которым обитали звери полевые, в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, «Струбите дерево, истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет счастье его, доколе не пройдут над ним семь времен». То вот значение этого царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, росою небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою. Да коли познаешь, что Всевышний владыществует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повеление было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое, оставшееся при тебе, останется, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Все это сбылось над царем Новохадоносором. По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос, «Тебе, говорят, царь Новохадоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Новохадоносором. «И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесное, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Новохадоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне становитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Новохадоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Даниил, глава пятая. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Новохадоносор отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю вельможам его и женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия и Верусалиме, и пили из них царь и вельможи его и жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили, связи чрессы его ослабели, и колени его стали бить все одно другое. Сильно закричал царь, что привели обаятели халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто просчитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет обречен в багреницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Балтасарщ излучайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Цариса же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить цариса, и сказала, царь, вовеки живи. Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твое муж, в котором дух святого бога. Во дне отца твоего найдена была в нем свет, разум, мудрость, подобная мудрости богов. И царь Новоходоносор отец твой поставил его главою, тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Балтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочные, разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начала речь, и сказал Даниилу, ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. Вот, приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение, разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багреницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, и по счастью отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Новоходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вала, и тело его орошаемо было небесной росою. Да коли он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных и железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. Зато и послана от него кисть руки, и начертана это писание. И вот что начертанно. Мене, Мене, Текел, Упарсин. Вот и значение слов. Мене, исчистил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багреницу, и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар царь Халдейский был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи шестидесяти двух лет. Даниил, глава шестая. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, царь дари, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет приносить какое-либо Бога просить или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь дари подписал указ, и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и словословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящимся и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросить в львиный ров? Царь отвечал и сказал, это слово твердо, как закон медианы персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, знай, царь, что по закону медианы и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ровль и вины. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перснем своим и перснем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел к орву львиному. И подойдя к орву жалобным голосом, вкликнул Даниилу и сказал царь Даниилу, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасти львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и перед тобой, царь, я не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы, а владели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дари написал всем народам и племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал и в царствование Дарии, и в царствование Киры Персидского. Продолжение следует...